Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Но сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о необычных вещах. Отправимся в Северные моря, вернее, в Северно-Ледовитый океан. И посмотрим, что здесь такого необычного мне удалось обнаружить. Обнаружил я здесь вот такое образование, посмотрите. Да, назвал его Северный пик, Шпиль Северный. Вот так он выглядит издалека, можем посмотреть. Но здесь меточку сделал башню под водой. Ну, конечно же, особо на башню не похоже. Похоже все-таки на природное происхождение данного артефакта. Вот так возвышается над поверхностью. Покрутимся, давайте посмотрим его более внимательно. Интересно, конечно же, как он уцелел, не разрушился. Высота его достаточно солидная. Сейчас мы с вами замерим при помощи линейки. Посмотрим, как он выглядит. Вернее, какая его высота точная. Вообще, я хочу сказать, друзья мои, почему-то очень сложно работать по этому объекту. Карта вообще не слушается. Постоянно, постоянно как-то скачет, вылетает. Уж сколько тоже поработал по этим картам. Вроде бы все нормально. Но вот тут как будто бы, как будто бы этот объект прям в секрете. Это не хотят, чтобы мы его рассматривали с вами. Очень странно. По поводу замеров, тоже замерить крайне сложно ему получается. Но вот здесь вот показывает, ну видите, что не с самого края даже немножко. Ну почти порядка 60 метров. Давайте еще. Вот тут, наверное, я прям с самого пика его взял. Ну да, где-то порядка 60 метров. Здесь вот рядышком еще один шпиль такой находится. 30 метров 31, ну может быть там чуть-чуть побольше. Где-то до края, если доходим, может быть 32. Ну, видим, в принципе, что он пополам меньше. С другой стороны начинаем замерять. Тут вообще нам чуть ли не километр показывает. Вот это вот и странно. Вот такой непонятный сбой или какая-то... Вот смотрите, будто бы этого шпиля тут вообще нет. Сквозь него проходит миф. Почему-то не хочет даже замерять нам высоту. Странно, конечно. Ну так ладно. Что это такое, друзья мои? Как вы думаете? Такой вот великий останец от какого-то горного массива. Либо отдельное образование по типу башни дьявола под водой. То, что находится в Штатах, мы с вами смотрели. Несколько башен, похожие на башню дьявола, смотрели в Африке в том числе. Ну а здесь вот ближе к Северному полюсу. Что это за пик такой? Что это за шпиль? Конечно, тоже информацию, если посмотреть в интернете что-то, полазить, погуглить по Яндексу, то, в принципе, ничего подобного мы не обнаружим. Над уровнем моря здесь минус 4 с лишним километра. Мы с вами можем... Вот так опустились мы ниже уровня моря. И обнаружим вот этот объект. Ну, конечно, он не мешает никаким там прохождению кораблей чего-либо. Потому что там 60-50 метров. Ну, это ни о чем для корабля. Вообще, честно говоря, вот этот вот ролик, хотел записать его несколько по-другому, но, друзья, не поверите. Вот опять к тому, что там говорят, да ничего от нас не скрывает, все ерунда, все это чепуха, никому не верьте. Вот здесь я сделал несколько меточек. В итоге я сейчас посмотрел все мои метки, где я делал все эти участки запикселизованы. То есть, как и Великая подводная стена от севера до юга, ее уже больше не посмотреть, ее запикселизовали. Как и многие другие объекты, они просто с программы были удалены. Нечего смотреть. А я здесь тоже, интересно, многих вещей нашел. Вот теперь, к сожалению, мы это все с вами не посмотрим. Поэтому решил все-таки, дай-ка я запишу этот ролик, хотя бы что-то можно рассмотреть. А я думаю, что через некоторое время и этот шпиль, эта вот башня такая подводная, северная, она тоже исчезнет. То же самое скажут. Да ничего там не было, это так, там откуда-то блогеры взяли, нашли там, что-то там рассматривали с вами. А на самом деле никаких таких объектов и не было обнаружено. Что за обелиск такой мощнейший, природного происхождения, либо искусственного, пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Но, друзья, помимо вот этой вот такой огромной башни, либо такого обелиска, пика, есть более мелкие образования. Я, конечно, по ним сделаю, наверное, отдельный ролик, мы их замерим, более тщательно тоже исследуем, чуть-чуть они в стороне находятся. А так как уж у нас ролик посвящен, смотрите, что здесь, что происходит вообще с этой, с картой, с программой. Здесь просто она прыгает, просто ведет себя неадекватно. Странно, конечно, это не связано с интернетом. Вот так вот очень тяжело как-то посмотреть. Давайте все-таки еще раз покрутимся вокруг этого образования, посмотрим, что оно себе представляет. Возможно, через некоторое время, пару месяцев, тройку месяцев мы его больше не увидим. Я думаю, что его удалят, потому что заметил пристальное внимание к этому образованию многих блогеров. Многие, кто исследует такие моменты. И поэтому, как только это появляется, как больше информации появляется в сети, так, все это исчезает. Как вы думаете, друзья мои, что же это все-таки такое? Природному происхождению или искусственному? Может быть, специально что-то здесь строили? Может, какая-то сигнальная башня была? Может быть, была она намного выше? А может быть, какая-то передающая антенна была установлена на ней? Или всего лишь части горного массива, который постепенно разрушился под воздействием подводной уже стихии, скажем так? В общем, пишите свое мнение в комментариях обязательно. Ну, а я на это буду заканчивать свой такой необычный ролик сегодняшний. Надеюсь, для вас он был хотя бы немножко интересен и полезен. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...